Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об одном из очень современных и рациональных, и очень эффективных способов защиты растений от целого комплекса заболеваний. В первую очередь, грибной природы. Существуют разные способы защиты растений. Это и устойчивость сортов, это и использование химически синтезированных пестицидов, это использование натуральных веществ, которые могут убивать грибные клетки, патогенов и многие другие способы. Среди наиболее современных это иммунизация растений, своеобразные прививки против тех или иных инфекций. Точно так же, как у человека, у животных, у растений имеется фитоиммунитет, и существуют различные способы стимуляции специфического и неспецифического иммунитета растений. Одно из веществ, которое, попадая на растения, стимулирует их защитные силы, стимулирует их естественную защиту против грибных и грибоподобных инфекций, это вещество называется хитозан. Хитозан является производным хитина, вещества, из которого состоит клеточная стенка грибов, в том числе патогенных, в том числе и съедобных, и всех-всех-всех грибов. Хитин там содержится. Хитозан – это производная хитина. Молекула хитозана чуть меньше и чуть проще устроена, чем молекула хитина. Из грибов можно эффективно выделить этот самый хитозан и создать эффективный препарат для борьбы с заболеваниями, а также для стимулирования роста и развития растений, в связи с тем, что метаболиты некоторых грибов, то есть вещества их обмена, являются естественными стимуляторами роста растений. Поскольку мы же не будем использовать хитозан в чистом виде, в том виде, в котором его может предложить нам, например, промышленность. Есть препараты, содержащие хитозан, нанохитозан и так далее. Мы будем использовать естественные источники хитозана. В качестве такого источника мы будем брать вот такие вот грибы – трутовики. Они бывают разных видов. Вот это наиболее распространенный трутовик, но можно использовать и другие, потому что, ну, в общем-то, по большому счету, какой именно гриб будет использоваться для добычи хитозана, не имеет большого значения. Но различные виды трутовиков также еще и обладают дополнительной защитной функцией, а также стимулирующей рост растений функции. Для того, чтобы приготовить наш препарат, нам необходимо измельчить вот такие вот плодовые, многолетние плодовые тела трутовиков. Они довольно деревянистые, довольно трудно измельчаются, но при наличии тяжелого топорика и мужской силы, иногда даже и женской, теперь у нас гендерное равенство, все сильные, все равны. Постучав как следует по этому грибочку, вполне можно получить вот такие вот кусочки, измельченные кусочки грибов. Размер этих кусочков должен быть, ну, чем мельче, тем лучше. Ну, конечно, не стоит доходить до фанатизма, вот сам гриб-трутовик иногда вот таким вот образом расщепляется легче, чем режется, например, вот таким вот образом поперек. Поэтому нам просто нужно добиться того, чтобы кусочки были не очень крупные. Ну, в целом, чем мельче кусочки, тем лучше будет проходить экстракция этого самого хитозана. Существует два способа превращения хитина в хитозан. Кислотный и щелочной. В домашних условиях щелочной метод является гораздо более предпочтительным для получения хитозана, раствора хитозана. А вообще, на самом деле, это не просто раствор хитозана. Это ценное средство для защиты, стимуляции защитных сил организма и стимуляции его роста и развития. Нам понадобится равный объем вот-то измельченного трутовика и такой же объем воды. Но у меня в данном случае вот здесь ровно литр кусочка вот этого самого трутовика. И я заливаю его ровно одним литром обыкновенной водопроводной воды. Поскольку трутовик очень пористый, он наполнен воздухом, он сперва будет всплывать, затем постепенно насыщаться этой влагой и может даже постепенно опускаться на дно. Но в начальной фазе он будет находиться вот так вот на поверхности, поэтому его надо ложечкой немножко туда опустить. Для того, чтобы приготовить щелочной раствор, нам понадобится на 1 литр воды и 1 литр измельченного трутовика столовая такая большая, полная столовая ложка средства для прочистки труб. Почему для прочистки труб? Потому что это самое просто добываемое в быту щелочное средство. Оно, как правило, состоит из едкого натра или едкого калия. Оно может быть с минеральными примесями, но в составе вы должны почитать, чтобы обязательно был едкий натр или едкая калия. В идеале, чтобы там, конечно, больше ничего не было. Но такие средства для прочистки труб найти достаточно сложно. Там обязательно напихают туда какой-нибудь поваренной соли, еще каких-то минеральных добавок для веса. Но в любом случае я даю такой избыточный рецепт, который какое бы средство вы ни взяли, оно в любом случае сработает, сколько бы там этого едкого натра ни было. Поэтому прибавляем сюда 1 столовую ложку вот этого средства для прочистки труб. Как только вы перемешаете вот эту щелочь и ваш трутовик, вы увидите, что экстракция сразу же, сразу же, сразу же пошла. У вас поменяется цвет трутовика, и сразу же начнется изменение цвета самого раствора. Он сразу начнет давать такую темную-темную окраску. Вот в таком вот виде надо выдержать ваш настой примерно в течение суток. Затем закрыть крышкой. Имейте в виду, что использовать алюминиевую посуду нельзя. Нельзя предпочтительно использовать эмалированную посуду без сколов. Но я все делаю в прозрачной посуде или полупрозрачной для того, чтобы вам было что-то более-менее видно, визуализировано, как это все происходит. Ну, видите, вот тут мне вот уже хорошо видно, что цвет делается все темнее и темнее буквально с каждой секунды. И также вы можете использовать стеклянную посуду, ну, ту, которая вам удобна. Самое главное, чтобы это было не алюминиевая. Имейте в виду, что при приготовлении нашего раствора посуда может прокрашиваться, поэтому используйте какие-то, ну, старенькие кастрюли, конечно, которые уже у вас вышли из обихода. По прошествию суток эту смесь нужно нагреть до кипения под крышкой. Обязательно нужно предостерегаться от попадания этого раствора на кожу, брызг каких-то, потому что все-таки это крепкий щелочной раствор, и он является довольно едким и опасным, если попадет в глаза, например, или на слизистые. Поэтому необходимо предпринимать меры осторожности для того, чтобы, ну, как-то не повредить кожу, глаза и так далее, чтобы ни в какие стороны оно не брызгало. Соответственно, накрыть крышкой, довести до кипения, это можно сделать в закрытой стеклянной посуде в микроволновке, например, ну, в любом способе, и добиться того, чтобы оно прокипело все это добро в течение 10 минут. По прошествии 10 минут надо его снять с огня или там прекратить нагрев, чем бы вы ни нагревали, микроволновкой, электроплитой, газовой плитой, и оставить еще на одни сутки настаиваться. После того, как эта процедура произойдет, у вас получится вот такой вот темно-коричневый, очень-очень густой настой. Вы можете его профильтровать через марлечку, купорить в стеклянную или пластмассовую бутылку и поставить в холодильник или просто в прохладное место, в подвал, в сарай, куда угодно. Он может замерзать, отмерзать, от этого его свойства не теряются. И он в течение полугода в полной мере сохраняет свои свойства. Вы можете его не фильтровать и оставить его вместе вот с этими вот кусочками, перелив в какую-то трехлитровую банку, например, или еще куда-то. В этом щелочном растворе хитозан, хитин будет еще медленно превращаться в хитозан, какие-то остатки, которые есть в этих кусочках, которые там будут плавать, и его концентрация будет постепенно-постепенно увеличиваться. Но даже свежеприготовленный он уже обладает достаточно высокой эффективностью. Как использовать этот раствор? Можно взять одну чайную ложечку этого раствора, растворить в полулитре воды, чайную ложечку в полулитре воды, и использовать этот раствор для замачивания семян. Замачивание семян надо проводить примерно в течение суток, для того, чтобы они в нем набухли. Затем можно промыть, можно не промывать, и либо подсушить и высевать, либо продолжать проращивать уже в чистой воде. Кроме того, одну полную столовую ложку можно растворить в 5 литрах воды, и использовать этот раствор для пролива, особенно рассады, с целью профилактики черной ножки и целого комплекса различных гнилей, будь то у томата, перца, баклажана, огурцов или чего-то еще. Кроме того, 3-4 столовые ложки на 10 литров воды разведенные могут использоваться для опрыскивания растений с целью придания им иммунности, такой защитной силы против фитофтороза, кладоспориоза, фузариоза и целого комплекса грибных заболеваний. Когда это необходимо сделать? Это необходимо делать тогда примерно за неделю перед таким критическим периодом заражения. Для фитофтороза, например, таким критическим периодом заражения является конец июля, начало августа. Как правило, в Беларуси это такой критический период для развития этого заболевания. Кладоспориоз, напротив, развивается хорошо тогда, когда приходит жарища. Поэтому где-то там во второй половине июня в Беларуси, в защищенном грунте и в открытом грунте, стоит опрыскать ваши растения. Вы можете опрыскивать лук, вы можете опрыскивать чеснок и проливать, вы можете опрыскивать, проливать свеклу, вы можете опрыскивать, проливать буквально все огородные и садовые растения. С периодичностью примерно 10, 12, 14 дней. Это в случае профилактики и каждые 7 дней, в том случае, когда уже у соседей болезни бушуют, ну а у вас, к счастью, их еще нету или появились только самые первые признаки заболеваний растений у вас в огороде. Это профилактическая мера. Она в меньшей степени лечебная и в большей степени профилактическая. Однако, как для человеческих болезней, так и болезней растений, хорошо известно, что болезнь легче предупредить, чем потом ее лечить. Способ этот абсолютно экологически безвредный. Он не представляет никакой опасности для ваших растений. Ну, уже там была какая-то истерика по поводу того, что ай-яй-яй, как это трутовики тащить на участок, они являются опасными возбудителями заболеваний плодовых растений. Но поверьте, во-первых, ну тут все кипятится в щелочных растворах, никаких рисков заноса инфекции уже нет и быть не может. Вот это первое. Второе, понимаете, споры этих грибов, особенно на участках, которые близко к лесу, они летают у вас в любом случае везде и всюду и заражают только растения, которые являются ослабленными и, может быть, за которые уже даже и не стоит бороться. Здоровые, крепкие, мощные растения, эти грибочки никогда не заражают. Они не являются такого рода патогенами, которые атакуют растения в нормальном физиологическом состоянии. Они отсекают в естественной природе старые, ослабленные, уже пораженные иными инфекциями и вредителями растения. Поэтому этого бояться тоже не следует. Что ж, может быть, если кто-то что-то не уловил, что-то непонятно было в письменном виде, можно теперь не конспектировать этот рецепт и много других, изложенный в первом номере, январском номере журнала «Уружайные сотки» за 2020 год. Если кто-то не успел подписаться, в этом случае вы можете заказать этот журнал непосредственно на сайте издательства «Красика.принт» книг.бай. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»